Ну тогда скажите, как достичь его? Троих детей, пастор, все регалии не помню. Я думал, сейчас будет отец русской демократии и так далее. Особо приближенный к императору. Здравствуйте, Эля, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Видите, как много вы услышали сейчас за очень короткий промежуток времени. Я не знаю, как быть, просто даже я впечатлен атмосферой в Москве. Просто все любители воды вам, как говорится, большой привет. И не только воды, а довольно такой прохладной воды. Плюс 9 сегодня мне показал термометр. Я встала, подумала, действительно, сейчас 15 июня, как бы мы не ошиблись. Я, в общем, очень хорошо отношусь к такой умеренной погоде, но даже я впечатлен, честно говоря. Почему-то женщины, окружающие меня, вот в моем окружении, которые разговаривали, разговаривали в мае месяце, сейчас уже просто перестают уже говорить о погоде, перестали. Это, видимо, такая степень удрученности, что уже про нее не вспоминают. Как говорится, мы зиму перезимовали, и лет перезимуем. Скоро будет тепло, знаете, вот отопление дадут осенью, да. Будет тепло. Да, видимо. Ну ладно, начинаем нашу передачу. Сегодня наша тема об открытости. Взвесим риски открытости. Вот так она звучит. Мы сегодня будем говорить о мужчинах в основном, и о том, почему же они боятся говорить о своих чувствах, и почему для них важно быть открытыми. В первую очередь для них. Да? Нет? Я угадала вообще? Ну, да, я прям даже в шоке в некотором нахожусь, потому что кто бы мог подумать, вот о чем же мы будем говорить сегодня. Друзья, вопрос вам. Насколько вы откровенны со своими половинами? Я обращаюсь к мужчинам прежде всего. И как вы себя чувствуете вот в том состоянии, которое вы же сами как-то определяете? Вы сами дайте оценку вашей открытости, насколько она велика или невелика, и насколько вам комфортно. Вот поделитесь с нами в ваших сообщениях, в ваших звонках, в ваших письмах, денежных переводах и так далее. Насколько вы открыты, друзья? 8 800 333 17 06. Это номер прямого эфира. Нам можно позвонить, поспорить с нами, высказать свою точку зрения, ваши взгляды по поводу семьи. Плюс 7 977 850 09 96. Это Viber и WhatsApp для ваших сообщений с мобильных устройств. Также есть мобильное приложение, вы можете его скачать. Ну и, конечно, teos.fm для ваших сообщений с сайта. Вот, все. Контакты регалий перечислила. У нас есть уже первое сообщение от Ильи Богданова из Ялты. Он говорит, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Привет из летней Ялты. Плюс 24. Спасибо. Хорошо. За спортивное настроение. Спасибо, Илья. Но за вас мы точно рады. Во всяком случае. Ну, я представляю. Много раз в Ялте был, поэтому я хорошо себе представляю. Для этого времени года не жарко, надо сказать. Бывает гораздо жарче. Но, тем не менее, догадываюсь, что все-таки тепло и приятно, и все еще такое продолжает еще распускаться, расцветать и благоухать. Так что, ох, Илья, вам хорошо. Я хочу себе очки такие, знаете, которые надеваешься, они заменяют реальность. Вот эта мрачная такая дождливая улица. Ты очки надела, раз, все цветет, каштанчики цветут майские. А сейчас нужны очки с дворниками, чтобы пока до метро ты дошел, можно было как-то не врезаться ни во что. Насколько вы открыты в семье своей, Сергей? Неожиданный вопрос. Поворот. Я практически подавился. Я не готов прямо сейчас сразу сказать, насколько я открыт. Скажем так, я открыт, достаточно открыт. Во всяком случае, это моя сознательная позиция. И я ее стараюсь придерживаться. Так, да, это моя любимая, мой любимый сценарий, да, это разбираться в терминах. Тогда что такое открытость для вас? То есть когда я слышу о том, что вы открыты, или вообще я слышу о том, что мужчина должен быть открыт перед женщиной, для меня это как будто, знаете, доклад вечером. Вот на работе есть такая штука, как срез рабочего времени, когда ты просто пишешь, что ты делал каждые 15 минут. Ну, время... Это на какой работе такой срез? На нашей, между прочим, тоже есть. Да что вы! Ну, да ладно. Надо же. Хорошо, что я не на этой работе. Я бы сошел с ума. Но на самом деле такое проводится. Вот должно ли это так быть? То есть муж приходит и говорит, так, дорогая, значит, так, в 8.50 я вышла на работу, там к 9.30 я добрался, до 6 работал, потом пошел вот туда-то, в магазин, домой, и вот я здесь. Или как? Что такое? Да, ну, через месяц подписи. Я король Испании. Ну, потому что так оно не может быть. О чем речь? Во всяком случае в семье оно так... И оно не нужно так. Не нужно вот какого-то такого совершенно непонятного дневника естества испытателя. Ты же не в Антарктиде и не следишь за какими-то приборами, которые каждые 15 минут меняются. Ну, во-первых, я бы сказал следующее. Вот я хочу немножко сейчас назад откатиться, потому что для сегодняшней программы я бы хотел использовать такую метафору как дверь. Причем не просто дверь, а дверь открытая. Вот это то, что, на мой взгляд, важно для понимания того, о чем мы будем говорить, об открытости. Это значит, что ваша дверь открыта. И если говорить об этой двери, мы говорим не о двери, которая, знаете, такая тяжелая, дубовая и больше похожа на ворота средневекового замка, которые еще и заржавели. Да, а скорее это, если мы говорим о супружеских отношениях, а все-таки это прежде всего они. Вот у меня позиция здесь всегда и в большей части случаев она такая. Мы говорим прежде всего и больше всего об отношении мужчины и женщины, об отношении мужа и жены, и потом уже все остальное. Так вот, это скорее межкомнатная дверь. Вот это то, о чем нужно говорить. Причем дверь, которая вообще должна открываться. А говорить об этом приходится потому, что на самом деле для любого человека, что для мужчины, что для женщины, свойственно эту дверь держать закрытой. Вот если говорить о естественности, то мы ее стараемся прикрыть. Так почему ради брака, ради семьи нужно нарушать такой порядок вещей? Почему нужно в некоторых случаях насильно себя заставлять открывать эту дверь? И я бы сказал так, что ее не только нужно держать не на засове, ее нужно приоткрывать время от времени и более того, из нее нужно самим выходить. Потому что только в этом случае ваш брак, ваши отношения будут созидаться. Говорите ли вы о том, что нужно вообще из нее выйти и оставить навсегда открытый? Или все-таки у человека до конца его дней остается возможность зайти туда, закрыть за собой дверь, побыть там какое-то время? Для меня это аксиоматичное утверждение, что такая возможность, она просто есть, и она осуществляется. Я же сам вначале сказал, что невозможно сделать так, чтобы ты вышел навсегда. Но я имею в виду, что можно к этому стремиться. А можно понимать, что этого никогда не будет и нормально жить? Стремиться к этому. Вот хорошая постановка вопроса. Нужно ли к этому стремиться? Наверное, я бы сказал, что к постоянно открытой двери, вот двери, которые настишь открытой, то есть не нужно думать о том, что дверь нужно снести. Мы говорим о том, что она есть, да? А если вы сносите дверь, ну, скорее всего, это психозом каким-то обернется. Король Испании, да. Вот это я, да, так сказать, Наполеон в шестой палате, там еще что-то такое. Но я говорю о том, что вот механизм, человеческий механизм психики, да, вот он, устройство человеческого, он таков, что все-таки мы закрываемся, и нужно помнить об этом. И помнить нужно еще о том, что как только ты обнаружил, что ты закрыт, это значит, что ты закрыт уже, какое-то время, и это значит, что тебе нужно дверочку эту открывать. Потому что иначе твои отношения, твое состояние, оно будет характеризоваться таким словом, как глаголом «чахнуть». У нас есть сообщение от Владимира. Напомню, что Владимир, если я правильно поняла, это тот самый убежденный холостяк с котом или кошкой. Кот. Мы выяснили с Катей на прошлом эфире. Что все-таки кот. Кот, да, кот. А имя нет, не помните? Мы не спросили, да. Все впереди, все впереди, друзья, мы обязательно узнаем, как зовут Кота Владимировна. Итак, сообщение. Настолько открыт, что, чтобы этой открытостью насмерть не был убит. Ну, наверное, что? Короче, так сильно открыт, в кавычках, что не был убит этой открытостью. В общем, короче, закрыт, я так поняла. Это такая метафора была, наверное. Владимир, что вы написали? Поясните, пожалуйста, Владимир, что вы имели в виду? Там, видимо, какие-то выпали по ходу написания, выпали какие-то предлоги или что-то, вот, каких-то слов не хватает. Эль не может. Ну, я вот, я цитирую, настолько открыт, чтобы этой открытостью, в кавычках, насмерть не был убит. Я не понимаю сейчас смысл. А, видимо, так, Владимир открыт настолько, чтобы не быть убитым, то есть... Закрыт. Да, наверное, Я это и сказала. Ну, да, я вот думаю, что вот это Владимир пытался нам сообщить, но когда ты это читаешь, это понять не всегда можно. В интонациях вот это вот передается, а когда ты читаешь, в какие-то подобия мозга. Ну, вот смотрите, какую типочку Владимир построил, да, чтобы оставаться живым и не раненым, можно сидеть за закрытой дверью и жить себе счастливо. Можно. Я даже скажу, что очень многие так и делают, но я скажу, что вот обнаружить таких персонажей очень легко по тусклым глазам, по нелюдимости и по достаточно плохим отношениям в семье. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8800-333-1706 Итак, мы продолжаем эфир передачи «Формула семьи» в студии Эльвира Чепенко Сергей Толоконников. Мы сегодня говорим об открытости в семье. Риски открытости, почему мужчины боятся говорить о своих чувствах и почему важно быть открытым. Вот Сергей нам сегодня раскроет. Ну, мне кажется, тут особой тайны-то нету, да, мы наблюдаем это сплошь и рядом. Мужчины не они не склонны к открытости. Тайна почему не склонны? Ну, давайте попробуем разобраться, почему, да. Вот почему же они такие вот не хотят быть открытыми. Первое. Вот вопрос встречный. Эль, с точки зрения жены. Давайте. А что ж, не только же мне какие-то слышать вопросы каверзные, с точки зрения жены, муж он какой должен быть? Пять качеств. А вы меня спрашивали уже. Ну, отлично. Повторение мать-учения. А вот я сейчас назову другие, мне потом слушатели найдут, проверят и скажут, а что ж ты, дорогая? Ничего страшного. Ладно. Сильный, причем это сильный во всех смыслах. Так. И психологически, и физически. заботливый. Так. Решительный. Так. Пять нужно обязательно. Лучше, это не смертельно, если... Ну, образ-то есть в голове, описать его словами правильными, подходящими сложно. Ну, вот он сильный, он заботливый, он решительный. веселый должен быть такой. Веселый должен быть. Чтобы не умереть со скуки-то с ним. Да, да, да. Всю жизнь и все-таки. А чтобы забота не удушила совсем-то, да? Да. Ну, и что еще? Справедливый. И справедливый, да. Я запишу, да. Да, вот, Эль, вы пока записывайте, я выскажу предположение, что вот на самом деле названы достаточно важные качества мужские, которые для женщины очень важны. А что я назвала? Подождите, сильный, заботливый, веселый. Заботливый, справедливый, веселый. Вот последний я и забыла. И последний я-то тоже забыла. Так, ладно. Вот, но это не так важно, да, то есть мы же сейчас не пытаемся на этом все построить. Но вот по крайней мере, ну, скажем так, три из этих пяти качеств, которые были названы, я правда не могу вспомнить пятая. Слушатели, может, вы запомнили, подскажите нам. пятое качество. Вот у нас Клероз нас посетил, он третий в нашем эфире. Вот, несмотря на то, что мы, в общем-то, хотим веселого человека, мы хотим, чтобы он был справедливый, заботливый, хотим, чтобы он решительный был. Вот это пятое качество. Вот. А не задумываемся, что для этого мужчин должен быть в определенном равновесии находиться. И для того, чтобы находиться в равновесии, мужчина должен, на самом деле, внимание, восклицательный знак, он должен несколько отстраняться от эмоциональности. То есть от женщины? Нет. Ещё раз, не надо вчитывать то, что я не произношу. Он должен от эмоциональности постараться отстраниться. Он не может, поскольку он человек, он не может её совсем стереть. Но для того, чтобы быть решительным, для того, чтобы принимать решение, одно из важных качеств мужчина должен уметь управлять. Вот это я и подразумевала под словом решительность. Да, да, да. Ну, я думаю, что так и есть. А чтобы управлять, нужно принимать решение. Ну, готовы вы, дорогие женщины, оказаться в одной лодке с человеком, который вот, которого штормит не потому, что волны захлёстывают, а потому, что он создаёт эту волну, потому что он то влево бросается, то вправо, потому что чувствую изменчивое. Наверное, не очень хочется. Хочется какого-то такого более-менее прямого и более-менее быстрого достижения целей. Вот это предназначение мужчины. И это одна из причин, почему мужчина какие-то эмоциональные вещи, он просто от них отстраняется. А зачастую разговор откровенный, он подразумевает в том числе и эмоции. И ответить на вопрос, а что ты чувствуешь мужчине очень часто, очень часто. Я помню, когда я услышал этот вопрос первый раз, он был для меня неожиданным, потому что мужчина не очень замечает, что он чувствует. Ему важно, что бы он ни чувствовал, важно это подавить. Вот так работает мужской механизм. Это ужасно. Это жутко. Так работает механизм мужской. Как вы можете любить тогда, я не понимаю. Что вы чувствуете, когда вы говорите, что вы любите человека? Чувствуем разное. Чувствуем уверенность в завтрашнем дне. То есть мы же говорим о чувствах к любимому человеку, и это правда. Но для того, чтобы принимать решения, они должны быть взвешенными зачастую. Я сейчас говорю как человек, достаточно прагматичный, как человек, который может показаться вообще-то слишком пытается логичность и рационалистичность внести, но без этого жить с семьей нельзя. Можно, но не долго. Можно, на самом деле, и долго, но тяжело, если не включается вот этот механизм принятия решений, не включается взвешенность. Когда есть порывы очень сильные, вот так устроен мужчина. И вот это одна из причин, почему мужчина должен какую-то часть себя, он должен ей управить. Он управляет ей. С другой стороны, еще я удивляюсь и спорю, все правильно вы говорите. Просто я-то никогда себя так вести не буду, но мне не положено. В общем-то, в том-то и дело, что не очень надо даже. Да. Слава Богу, да, то есть вот здесь можно порадоваться, но если мужчина скажет себе, а я вообще-то не должен себя так вести, окей, но я просто не завидую тогда его жене, если так говорит мужчина. Мне просто хотелось бы взглянуть, сколько времени живут эти люди и как чувствует себя женщина в этих ситуациях. И как правило, я вижу не радость в глазах, а некоторую тяжесть, которая ложится на плечи женщины, и она либо вынуждена мотыляться вот так вот за этой лодкой, держась уже из последних сил рукой, потому что она то туда, то сюда скачет, либо она взялась за весло и сама гребет, а он, серфингист, как-то вот его мотает. Вот эта метафора для меня кажется очевидной во всех этих ситуациях тогда. Это вот одна из причин, она не единственная. У нас есть пара сообщений, я буду читать и в то же время осмыслить, что вы мне сейчас открыли, какие тайны. Так, Илья продолжает нам писать, я холостяк, надеюсь, что пока не закоренелый. Я считаю, что человек, неважно, мужчина или женщина, должен быть, хотя нет, неправильно написал, хочет быть максимально открытым в семье. Но не у всех так получается, не знаю, может, потому что в начале отношений, когда игра и гормон, в кавычках, ты не думаешь об этом, а потом уже привыкаешь так жить или понимаешь, что этот человек не тот, которому можно открыться, одеваться некуда. Вот так. Ну, справедливое замечание. Это правда, потому что культура общения, культура открытости это то, что требует кропотливого, такого, я не скажу, наверное, планомерного, но уж точно регулярного, да, регулярного действия. Вот эту дверку ее нужно открывать и смазывать. Всякое недоумение, оно закрывает дверь в наши сердца и всякие обиды, они тоже закрывают эту дверь, но у женщины происходит так, если она в закрытом состоянии держится некоторое время, то, друзья мои, ну, вы просто имейте в виду, что там процесс только нагнетается, он не проходит, он нагнетается, то есть, если вы поставите туда прибор, который измеряет давление, давление увеличивается, знаете, скоро рванет. Мужчина может еще как-то с этим справляться, он может пытаться нейтрализовывать вот эти вот вещи, связанные с обидой, у женщины нет, это вот, вот эта скороварка, ее нужно постараться приоткрывать потихонечку, причем женщина тоже должна об этом помнить. Выпускать парт. Ну, конечно, ну, а иначе, знаете как, скороварки, когда взрываются, это не смешно вообще, она может убить, реально. Вот. Мне сейчас радоваться? Нет, я сказал про железный прибор, который на кухнях использовали. Вот. Есть еще причины, потому что, причины связаны с тем, почему у нас мужчины не склонны открываться, а потому что мужчины еще и воспитывают определенным образом. Их еще и воспитывают подавлять свои чувства. Вот этого я не понимаю вообще. Ну. Я не понимаю, что девочки ходят в розовом, мальчики в голубом, я не понимаю, что девочку можно... Розовый, голубой, это не смертельно. Ну, ладно, я не понимаю, что девочке можно плакать, мальчику нельзя. Я не понимаю, что девочке можно делать все, что угодно, в том числе обижать мальчиков, мальчики не могут дать сдачи и так далее. Причем, в общем, зачем мучить мальчиков? Если мальчиков не мучить, то девочки могут быть с подбитыми глазами ходить. Заслужили. Нечего рушить куличики чужие. Ты тут что, принцесса-песочница, что ли? Нет, ну просто женщины, правда, девочки тоже слабее, чем мальчики. В этом смысле мальчик может не рассчитывать. Да ладно, ладно, вы понимаете же, что я шучу. Но в целом, да. Я сильно надеюсь, да. Конечно, про подавление эмоций очень неприятный разговор всегда у меня происходит, с кем бы я ни общалась, потому что почему так-то? Зачем? То есть это что, это разве показатель силы, что мужчина подавляет эмоции? Для мужчины, я бы сказал так, отчасти, отчасти все-таки это справедливое наблюдение за мальчиком, который должен становиться мужчиной. Если он по любому поводу скисает, по любому поводу не способен управлять собой, ну нужно просто смотреть возраст. Если это в 7 лет ему говорят, а ну перестань плакать, ну быстро, конечно, это скорее просто такая травмирующая вещь. Но если ему уже 17, а не 7, а он все еще... Вот так себя ведет. Ну это грустная же история. Он уже, можно сказать, жених на выданье, а он скулит. Но неужели у взрослого человека, а я считаю, что 17 лет жених на выданье, это все-таки взрослый уже подросток такой. Неужели у него нет понимания, что если есть любимый человек, то ему можно довериться и открыть свои чувства, потому что это важно. Вот это вот вопрос. Если нет этого понимания, это вопрос. И чаще всего, когда ты дожил до момента заключения супружеских отношений, ты уже привык. Ты просто привык к тому, что тебе нужно, во-первых, чувства подавлять, во-вторых, есть же еще и механизм, который так работает, два. А есть третье. Ты, может быть, и пытался это делать, но потерпел фиаско, то есть столкнулся с тем, что это вот кому-то где-то рассказали. И это невероятно ранит. И в этом смысле ты уже, я имею в виду ты, я имею в виду мальчиков. Да, я поняла. И ты уже не склонен взять и все на свете рассказать. И тебе, если только тебе не подсказывают, что вообще-то нужно откровенным быть, если тебе не подсказывает кто-то со стороны, что вообще-то вы должны делить вместе и радости, и трудности, и горести, и какие-то положительные вещи, то у тебя оно само по себе не работает. Разве что ты как бы просто не инфантильный такой персонаж, который просто вот плачется своей жене все время и рассказывает о том, что, ну, недостаточно, и ты меня поешь, кормишь, заботишься все время. Оно уже где-то сформировано. Это приходится уже определенным образом преодолевать. Вот такая вот ситуация. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Итак, продолжаем эфир. 15 июня «Формула семьи». В студии Эльвира Чпенко. Сергей Толоконьков. Говорим об открытости в семье, о мужской открытости. У нас есть еще одно сообщение от Владимира. Продолжает он свою мысль. «Открытость вредит открывающемуся». Вот так вот. Так как она возвращается ему бедой. А дальше разрыв шаблона просто. А кота моего зовут Кошка. Без всяких прибамбасов. За что вы так животину-то, Владимир? Ну, грозит, смотрите как. И вот отсель грозить мы будем шведу, это называется. Вот грозить – это, наверное, тот глагол, который нужно использовать. Это правильный глагол. Грозит. Но давайте не будем все в одну кучу. Есть риск. Мы о риске и говорим. Мы говорим о том, что… Да вы знаете, строить семью – это, в принципе, большой риск. Конечно, потому что вы можете ее не построить. И прежде чем строить отношения, вы посмотрите на человека, который рядом с вами, с кем вы собираетесь всю жизнь дальше идти вместе. То есть вот если этот человек у вас не вызывает доверия, не надо строить эти отношения. Если вы не можете ему доверять, то это первый признак того, что вам нужно как минимум подождать, хотя бы подождать. Может быть, вы ошиблись в своей оценке. Но если вы дальше убеждаетесь в том, что это так, что человеку нельзя довериться, потому что этот человек, он… Это вот почему мужчины могут скрываться. Потому что для мужчины же болезненно, да? И если он убедился в том, что его девушка взяла и что-то такое, ну, очень такое сакраментальное, разболтала, потому что ей сложно было не поделиться с подружкой, это его ранит невероятно. При втором таком случае, я думаю, он сильно задумается, будет ли он строить отношения с ней, чтобы она стала его супругой. Я бы, по крайней мере, очень сильно задумался. Риск действительно есть. Какова беда? Беда-то, в общем, та, которая говорит Владимир, что тобой могут, во-первых, об этом могут рассказать. Какая беда еще? Беда, может быть, выглядит только в твоих глазах так, потому что для мужчины рассказать о чем-то, о своих чувствах, а чувства иногда негативные же, да? А мужчина может не чувствовать себя вот таким, знаете, который, боже, человеком стоящим у Кормила, и человеком достаточно сильным в принятии решений, человеком, который способен управлять вот этим кораблем семейным. Когда ты себя так не чувствуешь, поделиться этим, это значит открыть свою слабость. А это значит, что ты, в общем-то, настолько открываешься, что ты можешь потерять авторитет. Если у женщины недостаточно мудрости, чтобы поддержать в этот момент мужа, то это будет ситуация, которая заставит его закрываться. Следующую слабость он уже не покажет. Но если есть действительно поддержка, то это будет помогать ему. Помогать ему видеть, что действительно он же не один. В этом смысле его эмоциональность, его внутреннее состояние не осуждается, а жена пытается ему как-то помочь. Вот эта ситуация будет его ободрять. Мужчина, который формирует вот эту культуру открытого общения, он еще нуждается в том, чтобы слышать от жены как-то замеченные ей его усилия. Для женщин это легко, намного легче, чем для мужчины. Говорить о своих чувствах, говорить открыто. Для мужчины это не очень свойственно. Но когда он начинает это делать, если он слышит ободрение, благодарность хотя бы со стороны жены, вот эта вот дополнительная ниточка, которая начинает связывать двоих, это то, что формирует ситуацию доверия. В чем еще опасность? Опасность в том, что в конце концов мужчина, муж, он может оказаться в руках женщины. Она будет манипулировать им, будет напоминать ему о его слабости. Не дай бог она еще будет это говорить, укоряя его. Да ты вообще-то никакой, ты там тряпка, ты вот там то. Я думаю, что в этом смысле это будет совсем плохо. Вот этот риск есть. Вот о каких рисках мы говорим. О том, что мужчина может пережить некое предательство, мужчина может пережить не понимание, а такое подтапливание. И он боится, на самом деле боится, что его авторитет, который падает, он будет мешать ему делать то, что он должен. Вот такие вот риски. Если все так серьезно, зачем вы вообще соглашаетесь строить семьи? Так получается? Если вы понимаете все эти риски... Я же говорю сейчас о вещах, о механизмах, которые мешают быть открытым. Ну вот Владимир выбрал жизнь, когда рисков нет. Чтобы его никто не убил. Понятно, чтобы беда не грозила ему, не от кель. Но самая главная беда, это та, которая называется закрытость. Это основная беда, потому что человек создан, он устроен. Вот если его представить в качестве механизма, все в нем, то в этом механизме заложена потребность в общении. И общение достаточно открыто. Взвести потребность в общении с вот этими рисками, которые дальше можно... У Достоевского есть фраза, я хочу хотя бы с одним человеком разговаривать так, как с собой. Как с самим собой, да, я знаю. Вот опять же, я снова и снова говорю о том, что вот эта фраза, она потрясающая из советского фильма «Счастье, это когда тебя понимают». Это все маленькие такие светлячки, говорящие о том, что это на самом деле лучики, показывающие направление движения. Понимать человека, который тебе не открывается, невозможно. Значит, и открываться, это мы фиксируем как необходимость. Раз мы про цитаты заговорили, вот перед эфиром мы с Сергеем спорили, и я ему сказала тоже такую интересную мысль. Марк от Вена. «Всегда говорят правду только дети и дураки». Зачем? Зачем говорить правду, открываться? Можно же надеть масочку красивую, сделать другого человека счастливым, а что там внутри происходит? Хорошо, если мы, ну да, если мы используем метафору вот из этой цитаты, то давайте так. Детство – это очень неплохое время жизни человека, и иногда нужно, чтобы переживать счастье, нужно почувствовать себя ребенком. В этом смысле можно сказать правду, чтобы вот, знаете как, превратитесь в ребенка. Скажи правду, да? Да, превратитесь в ребенка, скажи правду. Вот это то, что, на мой взгляд, важно, потому что ребенок хоть и взвешивает какие-то вещи, но он все равно гораздо более открыт. И угадайте с трех раз, почему он более открыт? Потому что он доверяет. Да, конечно, потому что в его состоянии еще не так велик этот отрицательный опыт, его не так много. И этот механизм, который показывает необходимость открытости, он заставляет ребенка пробовать, он заставляет его открываться. Здесь важна роль родителей, конечно, которые бы выслушивали ребенка. Для меня, например, у меня двое сыновей, да? Я не считаю там слезы, да, и какие-то эмоциональные вещи для мужчин неправильными. Я никогда не говорил, что, слушай, ты как бы, знаешь, плачешь, значит, ты не мужчина. Но это же неправда, потому что не в этом дело. Если ты не хочешь ничего решать, вот тут проблема. А если у тебя эмоции захлестывают, то в этом нет ничего страшного. Более того, тут в этой ситуации лучше, конечно, поддержать. И чтобы ребенок столкнулся с пониманием, тогда он не будет просто по всякому случаю задавливать свои эмоции, но это будет помогать ему более правильно проходить какие-то эмоциональные всплески и, ну, скажем так, быть таким, какой он есть. А я-то, пожалуй, больше хотел бы сказать о том, что, ну, если говорить о том, а зачем тогда это надо, вот я попытался описать зачем, потому что та открытость, которая должна быть в семье, подразумевается, что это самая большая открытость. Большая-то открытости уже трудно представить среди людей. Ее не бывает. Большая открытость, чем супружеская открытость. Нужно это или не нужно? Есть риск. Ведь почему мы говорим о том, что давайте взвешивать риски? А потому что не всегда на самом деле супруги относятся друг к другу бережно. Не всегда ситуация становится такой, что можно доверять. Не всегда удается двоим действовать так, чтобы вот этот баланс между просто открытостью, ну, знаете как, нужно же иногда как-то друг другу и правду сказать. Справедливость – это же то же качество, которое мы подчеркивали сегодня. Но это только мое мнение. Ну, мое-то оно такое же, да. И в этом смысле я вообще считаю, что люди должны быть справедливыми. Я просто считаю, что иногда это действительно трудно, и в каком-то состоянии человеку нужно просто покрытие, поддержка и просто понимание. И когда он слышит, он видит расположенность, и он видит, что его не гнобят. Что он может быть не в состоянии, сейчас ему нужно время, чтобы выправиться в позицию справедливости. Но ему сейчас очень трудно. Знаете, это же не просто так зуб за зуб, око за око. Потому что эмоциональное состояние таково, что вообще-то нужно хоть как-то, да, вот ограничить ту миссию. Ах, ты мне зуб выбил, ну, так я тебе голову сверну. Ну, это же очень такое сложное состояние. Его нужно преодолеть, это эмоции, если хотите. У нас есть еще одно сообщение. Да. Нам написал слушатель Паша. Часто себе врем, поэтому говорить то, что на душе, может быть и неправдой, и не о тебе, и не о ситуации. Поэтому озвучивать слабость может быть грубой ошибкой. Ну, знаете как, ну, интересное замечание Павла. Только мне кажется, это проразное сейчас. Потому что, с одной стороны, себе врем – это одно, а озвучивать слабость, на мой взгляд, это как-то, знаете, такая, двухтомник какой-то, вот для меня, по крайней мере. Потому что, знаете как, мы себе врем, конечно, конечно, очень часто такое бывает. Но в этом-то вся и суть, что когда я себя обманываю и я открываюсь, я нежу, что, знаете, все, что я скажу, это истина в последней инстанции. Если супруга мне вполне справедливо может заметить, что вообще-то мое рассуждение-то, оно так далеко от истины. Если она это делает, не укоряя меня, то для меня это, ну как, для меня это совершенно нормальная ситуация. Если нет вот этого вот тона пренебрежительного или еще чего-то такого, что меня будет принижать. Вот в этом-то вся и суть. И супруг моя тоже спокойно относится к ситуациям, когда я ей показываю, ну слушай, ну я не могу здесь как-то вот спокойно относиться к тому, что ты говоришь, потому что это не совсем правда. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и все перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Продолжаем эфир. Тема об открытости мужчин. Мы медленно, но верно подходим к тезису, что все-таки важно быть открытым в семье. Правильно, Сергей? Вы же такого мнения? Друзья, кто-то другого мнения, да? Да. Я к чему хочу сказать. Вот вы говорили, приводили примеры. Ты открываешься человеку, он не оправдывает твоих ожиданий, может рассказать кому-то другому, может твое слабое место узнать, и тебя потом туда постоянно колоть и тыкать чем-то острым, и ты перестаешь открываться и закрываешься. Вот так поступает здравый человек, потому что он раз наступил на грабли, понял, что от них очень больно, и второй раз туда не наступает. Ну, наступает на самом деле, но где-то на 20 раз он уже, да. Ну, и да, ладно. Вы призываете все равно, несмотря на боль, наступать дальше. Да. Это делает нездоровый человек. Я попался, да, в этом смысле, ну, знаете как, я тогда сейчас оправдаюсь, ладно, в этом смысле, я просто не про грабли, я же про другое говорю. Грабли там есть, я бы не назвал это граблями. Отбивайте четку на граблях, я никому не предлагаю, я вообще стараюсь делать следующую вещь, вообще какие-то слова сказанные, например, да, твоему собеседнику, мужу или жене, слушай, я бы хотел, чтобы вот это потом не вспоминалось в негативном контексте. У нас, например, вот, понимаете как, а это сложно, к этому надо себя приучить. Это непростая штука бывает, но если не открываться, вам точно будет плохо. Если будет плохо вам, будет плохо всей вашей семье. Вот это для меня аксиома. Если вы закрыты от всех людей, значит, вы закрыты в принципе, и вы не сможете открываться даже с человеком, который вам кажется, что он хороший, и с ним можно, у вас не будет получаться. Вы просто не сможете, заржавеют эти петли двери вашего сердца. Если только не найдется какая-нибудь фея. Не найдется фея с консервным ножом, которая будет вскрывать вас, да, есть автогеном. Либо фея с литовым каким-нибудь. Можно, все зависит от того, сколько вам лет уже. Я вообще про другого человека вне семьи. Я тоже, я тоже. А, тогда ладно. Сколько феи лет, чтобы вот этот вот дяденька Черномор с длинной бородой, он успел вылезти из своей ракушки. А если оправдываться, я же обещал, что я буду, да, то я тогда скажу так. Вообще Христос сказал следующую вещь. Когда вы спросили, а сколько нужно прощать человека за день? О, я считала как-то до семи, я не выговариваю это. До семи деж до семи. Да. Можно потренироваться, это такая скороговорка перед эфиром. Я как-то считала, это каждые три минуты надо грешить. Ну, в смысле, по пациентам. Да, да, да. Ну, смотрите, получается, там где-то 490 раз в день. Да, да, я и говорю, по-моему, каждые три минуты. В этом смысле, ну, тогда, а что, ну, Христос тоже самое делал. Он призывал к тому, чтобы ходить по этим граблям. Нет, Христос сделал и следующую вещь. Это же не просто, знаете, фраза, которая, он говорит, ну, слушай, тебе же плохо будет, говорит, а ты, ты давай все равно, двигай туда, двигай. Там вот грабли, вот тебе, как говорится, мазь, бинты, давай, вперед. Христос говорит вещь такую. Он говорит, что тебе может быть больно? Может быть, я не обещаю, что у тебя будет как бы все прям шикарно. Но попробуй зарядиться настолько серьезной мотивацией, чтобы даже пройти через такой вот чистокол, что тебе в день придется просто сотню раз простить. Несколько сотен раз. Потому что, если ты этого не будешь делать, то тебе будет гораздо хуже, чем просто шишки, и даже, может быть, выступающая кровь на твоем челе, на твоем лбу. Но здесь все-таки кость. А когда костенеет сердце, вот тут труба. А почему труба-то? Как раз, смотрите, камешками кидается, и никто не может попасть внутрь. Сит такой стоит, который все отбивает. Потому что склерокардия, это слово, которое употребляется в греческом тексте, означает буквально окаменевшее сердце. Сердце, которое потеряло эластичность. Это значит, что в твоем сердце, на самом деле, в него не вмещается никто. Это значит, что это сердце перестает жить. Сосуды, которые становятся склерозированием сосудов, да, это вот терминология такая медицинская, это когда они становятся неэластичными. Они не способны работать, они не способны пропускать кровь. У человека это начало конца, это у человека большие проблемы. А сердце, это уже все, это показатель полного оцепенения. Это показатель того, что у него кончается жизнь. Кто-то скоро станет снежной королевой. Ну, в смысле, или королем, я имею в виду. Или снежным человеком, не знаю, или снеговиком. Кому как нравится, но суть одна. Вы просто перестаете жить в этот момент. Просто перестаете. И когда вы в обиде, то вы на самом деле, оставаясь внутри нее, она заставляет вас претерпевать смерть, если хотите. Смерть выглядит вот так. Вы не готовы вместить кого-то в вашу жизнь, в ваше сердце. Вы никого не пускаете. Но там уже паутина, тьма, грязь, все что угодно, кроме жизни. Вот почему Христос к этому призывает. И почему это ярче всего проявляется в семейных отношениях. Там, где двое уже не хотят или не могут, не получилось у них быть открытыми друг по отношению ко другу, там семья рассыпается, она начинает разваливаться. Вот это вот для меня аксиома. Я наблюдаю это снова и снова. А дальше только, дальше проявление очень простое. Двое перестают вместе спать. Они перестают быть в одной постели, потому что это невозможно. Ну, на самом деле, тебе невероятно быть вместе с человеком, которого ты не вмещаешь в свое сердце. Ты не будешь этого делать. Никакая близость тебя уже не привлекает. Это лишь показатель, что в какой-то момент они закрыли друг от друга свои сердца. Вот о чем идет речь. Ну, раз мы сегодня все-таки о мужчинах, давайте совет какой-нибудь женщинам, которые слушают нашу передачу. Женщины, если вы слушаете нашу передачу, по сообщениям нас слушали только мужчины. И это тоже хорошо. Я сначала мужчинам тогда, женщинам напоследок. Рекомендации мужчинам. Мужчины, понаблюдайте. Вот состояние ребенка, на самом деле, это состояние существа, которое умеет доверять. Умение доверять, оно формируется, оно воспитывается. Когда мне заявляют о том, что все кругом гады, верить никому нельзя, я подозреваю, что у человека был отрицательный опыт, скорее всего, этот опыт был многоразовый, но я подозреваю, что человек сделал неправильный вывод. Я подозреваю, что он просто перестал замечать тех, кому доверять можно. Потому что так не бывает, что никому доверять нельзя. Ну, не бывает такого. Поэтому воспитывайте в себе доверие, формируйте его. Второе. Когда вы открываетесь, когда вы откровенны со своей супругой, это укрепляет ваши отношения. Потому что не надо, знаете, как бы все время изображать Рэмбо. Это хорошо, и вот эта вот позиция ваша, она востребована будет, но это не значит, что у вас нет слабостей. Таких людей тоже нету. Если вы укрепляете ваши отношения, если вы идете на этот риск, вы рискуете, да, мой совет это делать, продолжать это делать, то тогда вы укрепляете ваши отношения. И ваша женщина вам тоже будет доверять. Третье. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вам не понравилась, вы просто, я бы сказал, не то, что можете, а вам, вы должны даже сказать, что вам не понравилось. Нормальная женщина будет на это реагировать, реагировать положительно. Вы можете попросить в следующий раз такого не делать. Но не закрывайте и говорите, ах, ты вот так сделал все никогда, ни при каких условиях. Вы тоже ошибаетесь, у вас тоже есть какие-то промахи. Вот это вот обращение к мужчинам. Женщина, пожалуйста, вы поймите, что вы не переделаете ваших мужей. Ну, не сможете, не получается так. У вас нету того набора инструментов, слава богу, да, у мужчин тоже нет. Так и у мужчин тоже нету тех инструментов, которые бы позволяли переделывать женщин. Но сами мужья могут изменяться. Есть более закрытые, есть менее закрытые мужчины. Поощряйте, просите. Если вы будете требовать, вы получите отрицательный результат. Если вы будете просить, у вас есть шанс процесс запустить. Второе. Когда вы видите, что мужчина вам открывается, будьте очень-очень осторожны. Пожалуйста, будьте трепетны. Потому что оказывайте поддержку. Хотя бы просто фразой, что я понимаю, как тебе сложно. Этого достаточно. Все остальное можно уже дальше не произносить. Этого хватает, поверьте. Не так много нужно. И в конце концов, будьте осторожны, чтобы делиться какими-то сокровенными вещами, даже если вам кажется это уместно. Поверьте, мужчина будет это воспринимать очень болезненно. Вот такое обращение к женщинам. С вами была передача «Формула семьи». Мы сегодня говорили об открытости. Надеемся, что наш эфир был полезен. Учитесь доверять друг другу, любите друг друга. И все у вас будет замечательно. Пока. С Богом.